Какие будут предложения? О, Фёдоров, давай. Я предлагаю Борщову поставить на вид и разойтись по домам. На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня строгого с предупреждением нет. Да помолчи, я без тебя знаю. Товарищи, на вид у Борщова есть. У него строгого с предупреждением нет. Какие будут предложения? Собрание на ликероводочном заводе. Собрание нашего 48-го ликерно-водочного завода мы будем считать открытым. Мы собрались с вами поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха нам сейчас доложит начальник транспортного цеха ОПРЯ Николай Егорчев. Что, Василий Иванович, докладать? Достижения у нас есть, есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов вновь взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, не дожидаясь конца года, вслед за ним шоферы-водители Яшишно-разливочной тары, Ларионов и Кудько тоже взяли на себя все, что могли. Завозить точно указанную в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути, свести бой от завода до магазина до приемлемой цифры 50 литров на тонна километра водки и 25 килограммов на тонна километра этих. Ну, ох. Коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нам в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы их сейчас по одному выловливаем. Теперь, Василий Иванович, мы, конечно, с вами привыкли, но молодежь пугается чертей, которые вводятся на складе готовой продукции. В пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуяжечного пространства. Он дрожнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. Мы же должны что-то здесь решать, потому что в конце недели его уже многие видят. Сейчас он стал появляться еще с дружками с кондитерской фабрики Розы Люксобо. Культурно-массовая работа. Артисты до сих пор здесь. Физика, акробатический, этюд братьев Радьевых. Мы взяли на полставки, я уже не сквалифицировал. Отказываются стойки головой вниз. Один брат рухнул, второй братишка возле него лежит. Они просят пиво, их багром катят на выход двое чернорабочих. Я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это только давай. Если, конечно, красивая женщина. Спасибо. Если нет вопросов к докладчику, мы попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кудько перевезли по маршруту в винный склад, в винный мазин 8 миллионов 856 крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Идентичные Ларионов и Кудько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Спасибо. Значит, справитесь. Если нет вопросов к докладчику, мы попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть и он доложит нам об изыскании внутренних резервов. Все так все. Что же он у нас? Исключение. Что ему так понравилось? Что же выступал, несключение. Водители Ларионов и Кудько используя слабые места, а также порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Спасибо. Значит, справитесь. А где наш начальник транспортного цеха? Ну, что же ты там спрятался? Дай нам изыскание внутренних резервов. У меня уже текст кончился, уже не знаю, что говорить. У нас транспортный цех хронически оставал, теперь его хронически обгоняет. Водители Ларионов и Кудько использовали один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить в магазин. Спасибо. Значит, справитесь. Жаль. Жаль, что нам таким не удалось и послушать начальника транспорта он цех. Чёрт с ним, выговор ему занесением. Я сам выступаю. У меня есть предложение пригласить вторую бригаду артиста. Канал идет та бригада, которая произвела их в прошлом году. Кто их видел? Где их видели? В разливочном. Там, домой не пишут, одичали, прячутся от людей, не имея зимней одежды, территории завода костры живут. Кто видел нашего юриста-консульта? Взяли на работу два месяца назад, на проходной говорят, домой не выходил. Кто такси вызывал, машина уже заржавела. Где шофер? Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Пропало 600 людей политехнического вуза. Надо хоть часть в институт вернуть, хоть часть. Доска почёта справедливая, не вызывай. Что ты за жуткие рожи на доске почёта? Фотограф, встань, когда с тобой люди разговаривают. Кандыба, подними его там, потом семью вернём. Когда вы наших людей фотографируете? Да не надо у станка, его надо поймать до работника, что можно узнать. Если нет вопросов ко мне, я предлагаю нашему 48-го вольнику вызвать на конкуренцию в 49-й за солнышный пункт. А сейчас все к столу к официальной части.